США запланировали выделение За прошедшие сутки вооружённые силы Украины 13 раз нарушили пасхальное перемирие. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По данным ведомства, наиболее интенсивный огонь с позиции киевских боевиков вёлся по Горловке, включая посёлки Зайцево, Доломитное и район шахты Гагарина. Кроме того, под обстрелы попали окрестности Синоватой и южное село Коминтерного. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. В Конгрессе США планируют выделить Украине 50 миллионов долларов на летальные вооружения. Об этом свидетельствует проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год, опубликованный на сайте профильного комитета Палаты представителей. Всего на оказание помощи Киеву в сфере обеспечения безопасности и разведки документ предполагает направить 250 миллионов долларов. Отметим, что это первый вариант проекта бюджета, который затем должен пройти через Комитет по делам вооружённых сил, после получить поддержку всей Нижней Палаты, а затем профильного комитета Сената и всего Сената. При этом Верхняя Палата может также инициировать собственный проект оборонного бюджета. Напоминаем, что президент США Дональд Трамп в марте подписал бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным посольства Украины, в Вашингтоне в нём увеличены расходы на поддержку Киева. В частности, общий объём помощи незалежной предусмотрен в объёме 620 миллионов 700 тысяч долларов, включая 200 миллионов на военно-техническую помощь. Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Марк Йонген заявил, что России и Европе грозит опосредованное военное столкновение, если напряжение продолжит нарастать. На вопрос о перспективах отношений Москвы и Евросоюза через 10-15 лет политик ответил, что есть несколько вероятных сценариев, но в худшем случае произойдёт военное противостояние. «Есть несколько сценариев. Я сейчас не могу выделить какой-то наиболее вероятный. Если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае нас ждёт военное противостояние через посредника» – ключевое слово «Украина». Также, по мнению парламентария, самый лучший сценарий приведёт к более тесному альянсу с Россией. Но для этого потребуется усиление позиций партии вроде «Альтернативы для Германии». Кроме того, политик посетовал на деградацию дипломатии и дипломатического языка и выразил обеспокоенность тем, некоторые страны прибегают к серьёзным обвинениям в адрес других государств, не располагая какими-либо доказательствами. Так, депутат согласился, что в международной политике выросла роль провокации вроде дела Скрипали или мнимой химатаки в Сирийской Думе. Франция может нанести новые удары по Сирии, если поступят сведения о проведении там новых атак с использованием химического оружия. Об этом заявила во вторник министр вооружённых сил Пятой Республики Флоренс Парли. Целью удара по Сирии было помешать Башару Ассаду повторить подобные удары. Если же это произойдёт, мы можем рассмотреть возможность повторного нанесения ударов. Тот удар, который был осуществлён 14 апреля, был предупредительным ударом. Поскольку в Сирии оказались преодолёнными красные линии, на это должна была последовать соответствующая реакция. Мы не можем позволить, чтобы использовалось химическое оружие, так как это запрещённое оружие, против которого необходимо вести борьбу. Кроме того, министр подчеркнула, что все выбранные цели были поражены. При этом она отказалась как-либо комментировать появившиеся в СМИ сведения о том, что ряд пусков ракет французским вооруженным силам не удалось осуществить из-за технических неполадок. Президент США Дональд Трамп во вторник объявит, будет ли Вашингтон выходить из совместного всеобъемлющего плана действий. «Я объявлю моё решение по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 2 часа дня», – написал Трамп в Твиттер в понедельник. При этом, по данным ряда американских СМИ, Трамп уже принял решение о выходе из договорённостей, но как именно, в какой степени и на каких условиях это будет сделано, пока неизвестно. Напомним, что Иран и шестёрка международных посредников в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана экономические и финансовые санкции Совета безопасности ООН, США и Евросоюза. Субтитры создавал DimaTorzok